Всем привет! На днях был удивлен тому, что один мой приятель, а я думаю, что не только он, а много еще людей, не знают, как легко и быстро, и практически бесплатно проверить историю поддержанного автомобиля. Ну, как сейчас можно проверить историю? Все знают, что можно зайти на сайт ГИБДД, там вбить регистрационные данные автомобиля, если они у вас есть, и запросить историю. Есть множество сайтов в интернете, типа автокода и прочего, но многие из них просят оплату за предоставленную информацию и прочее. Кроме того, если вы где-то там увидели автомобиль какой-то, который вам нравится, и вы хотите про него что-то узнать, нет под рукой компьютера. Вот. Элементарно все можно сделать. Для того, чтобы проверить информацию об автомобиле, абсолютно любом, достаточно иметь смартфон и подключение к интернету. Сейчас я покажу вам, как это делается. Повторюсь, я думаю, что не все еще знают, хотя фишка достаточно уже популярная. Сам лично пользовался, проверял. Очень, да практически все там точно по машине выдается. Есть, были замечания какие-то, вот, например, у одного моего приятеля, номер его мобильного телефона был указан там с ошибкой, то есть одна цифра была перепутана. Не во всех там автомобилях там есть полная там информация. По каким-то машинам больше, по каким-то меньше. Но в целом информация выдается достаточно подробно. Ну, к примеру, возьмем, ну, вот, ближайший, например, Хашкай. Так, что нам для этого нужно? Так, берем смартфон, мессенджер, Телеграм. Здесь добавляем себе через поиск avinfo-bot, открываем его. Тут у меня какие-то запросы уже были. И записываем сюда наш номер, вот, который мы там видим. Сейчас там не в фокусе. Ну, значит, и тут не в фокусе. Фокус, фокус, фокус. Так, вот, навел фокус. Значит, забиваем сюда номер любой машины, которая вам нужна. Значит, и регион. Все, ввели. После этого отправляем, как обыкновенное сообщение, кому-то. Все, смотрите, что пришло. Значит, Московская область, госномер. Что можно посмотреть? Пройденное ТО, проверка ОСАГО. Это первое, что пока пришло. Значит, можно получить отчет по автокоду за 349 рублей, но можем обойтись без этого. Значит, пройденное ТО. Давайте посмотрим. Так, у этого автомобиля, значит, диагностическая карта, вид документа, госномер, ВИН, номер, он же кузов. Когда проводилась диагностика ТО, когда она заканчивается. И сразу же, смотрите, вот он выдал нам ВИН номер этого автомобиля. Если мы нажмем на него, так, запрос обрабатывается, смотрите, сколько всего сразу же получается. Опять пройденное ТО, пробег, пробег, как правило, за подписку, за деньги, но он может и без этого быть. У разных машин по-разному. Так, расшифровать ВИН, историю регистрации, ДТП, ну, например, историю регистрации. Наверное, многим будет это интересно, кто выбирает себе автомобиль. Так, что там? Ага, значит, историю регистрации в ГИБДД. Идет модель марка Nissan Qashqai, год выпуска, опять ВИН номер, значит, цвет автомобиля, объем, мощность, все это, вот видите, есть. Номер ПТС, периоды владения. Значит, он у нас идет с 5 ноября, 11, по настоящее время, физическое лицо, один год. Вот, не все он тут нам выдал. Значит, явно здесь был кто-то еще. Ну, не лучший пример, я говорю, не по всем машинам он там все подробно выдает, но достаточно много информации, полезной о машине, вы узнаете. Так, давайте посмотрим ограничения, есть ли какие-то ограничения. Так, значит, циферки 9,9, 2, 4, 6. Ограничения. Так, ограничений нет. Ограничений нет. ДТП. Так, опять у нас идет цифра. Ну, вот аналогичная информация есть на сайте ГИБДД, я думаю, оттуда все это и берется. Здесь собрано все. Так, тоже записи от ДТП не найдены. Так, проверка ОСАГО, к примеру. Это найдено, хорошо. Значит, по состоянию на сегодняшний день альфа-страхование, серия полиса, номер полиса, ограничения есть. Ну, так, что еще тут? Ну, давайте другой автомобиль посмотрим. Рядом стоит Mercedes, старенький. Так, M 745 УВ. Все это информация в открытом доступе, поэтому я не думаю, что разглашаю чью-то там тайну. Так, пройденные ТО. Начнем с этого, чтобы он нам выдал ВИН и все остальное. Так, вид документа, значит, все есть. Срок действия. Так, это он сколько? А, это он вон сколько выдал. Прямо несколько диагностических карт. Вот оно последнее. До 2 апреля 2018 года. То есть, вчера он сделал диагностику. Буквально вчера, вернее ТО. ТО прошел. Так. Ну, и теперь давайте нажмем на ВИН. Информации будет больше уже по автомобилю. Так. Вот он идет. Мерседес. Черный, 95-го года. Владелец. Он такой-то. Год рождения даже его указан. Так. Иногда еще и номер телефона прописывается. Так. Подождите, подождите. А, это разные владельцы. Я смотрю, что-то номер-то не тот. Вот он идет. Другой владелец. Вот это последний владелец сейчас. Вот номер идет, который мы забили. 745-190. Вот Константин. А, 80-го года рождения. Дата постановки на учет. Это предыдущий владелец Виктория. До нее владел машиной Алексей. Ну и по кругу забиваете все, что хотите. В общем, я думаю, что суть вы поняли. в Телеграм, а в инфобот. И все, расспрашиваете все, что вы хотите. Конкретной какой-то машине. Слышал, что недавно появился, появился такой же бот в Вайбере. Не знаю, пока не проверял. Ну, как бы и смысл, если это и здесь есть. Но вроде как в Вайбере тоже есть. Не исключено, что появится позже и в WhatsApp, и везде. Потому что тема достаточно интересная и полезная. Ну все, на этом я сегодня заканчиваю. Если вам это видео показалось полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. Всем пока.